Дорогие друзья, здравствуйте! У нас сегодня передача Гастроклуб посвящена будет такому заболеванию, как ахолазия. С одной стороны, мы думаем о том, что ахолазия это редкое заболевание, что вряд ли оно кому-то встретится в клинической практике. С другой стороны, такие пациенты все-таки есть. И одна из самых больших проблем в ахолазии это то, что диагноз таким пациентам устанавливается обычно очень поздно. Поскольку начинается заболевание очень постепенно, симптомы развиваются нерезко, и иногда это занимает несколько лет. А есть у нас пациенты, которые и десятилетиями страдают ахолазией, прежде чем им установят диагноз. Поэтому эти пациенты от одного врача попадают к другому. Очень часто они попадают к психологам, психоневрологам, которые назначают им антидепрессанты. И когда уже диагноз становится очевиден, когда пищевод становится расширен до 5-6-7 сантиметров, извитой, в этом случае помочь пациенту уже становится очень сложно. Помочь так, чтобы сохранить им орган, сохранить качество жизни. Поэтому сегодня наша передача нацелена прежде всего на то, чтобы вовремя устанавливать диагноз ахолазии. Это первое. А второе, методов лечения ахолазии на сегодняшний день достаточно много. И не всегда врачи понимают, куда направить пациентов, чтобы оказать самую современную и квалифицированную помощь в лечении ахолазии. В общем, для того, чтобы об этом поговорить, я сегодня пригласила в студию врача, хирурга, профессора, доктора медицинских наук Плахова Романа Валентиновича. Здравствуйте, Валентинович. Вас я призываю, дорогие друзья, если у вас в процессе нашей беседы еще останутся какие-то вопросы, вы их, пожалуйста, пишите нам в чат, мы в конце передачи на них ответим. Теперь, Роман Валентинович, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Большой в вашем очень напряженном графике хирургическом. Давайте начнем с определения. Расскажите нам, таким малопогруженным в проблему, в основном все-таки нас смотрят терапевты, гастроэнтерологи, люди, которые не очень часто встречаются с этим заболеванием. Что такое ахолазия? Ну, ахолазия – это такое относительно редкое заболевание пищевода, нервно-мышечной природы. Существует несколько теорий развития ахолазии. Наиболее популярной является теория о том, что причиной ахолазии является гибель нейронов мышечной стенки пищевода, что приводит к нарушению расслабления нижнего пищеводного сфинтера и последующему развитию дисфагии. Это вот в основе лежит именно нарушение расслабления ахолазия нижнего пищеводного сфинтера, который как удавка сдавливает рассвет пищевода и препятствует нормальному переходу пищи из пищевода в желудок со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это так вот, если такое, ну, общее принятое определение хватит. То есть получается такое заболевание, обратное гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. При рефлюксной болезни сфинктер не очень плотно смыкается, а здесь он, наоборот, не расслабляется. В общем-то, да, и неизвестно, что ещё хуже. На самом деле, да, вот пациенты с рефлюксной болезнью, они очень сильно хотят, чтобы у них сфинктер сомкнулся и не размыкался, а я им всё время говорю, а вы помните о том, что на самом деле это функция, самая главная нижнего пищеводного сфинктера – это адекватно расслабляться, потому что мы об этом, может быть, не задумываемся, но мы постоянно глотаем слюну, пищу, и сфинктер вот фактически там каждые несколько минут раскрывается, и когда эта функция вдруг по какой-то причине нарушается, возникают очень тяжёлые страдания у пациентов. Постепенно развивающиеся из года в год, это годами длится, это нарастание жалоб, нарастание симптомов, изменения анатомических каких-то. Это такой длительно протекающий процесс, не месяц, не год даже, а больше. И вот самое главное, у пациента, который сталкивается с этой проблемой, первый вопрос, который он на неё задаёт – а почему, в чём причина? Вот давайте тоже немножко поясним, что по сей день мы не знаем, да, то есть это заболевание с неизвестной теологией, есть несколько теорий, считается, что какие-то вирусы могут поражать вот эти вот нервные сплетения, что есть генетическая определённая предрасположенность. Какие-то, вот у наших пациентов, у большинства из них были периоды какого-то психоэмоционального такого потрясения, стресса. Да, многие указывают, что у кого-то там близкий родственник погиб, какие-то очень тяжёлые психоэмоциональные действительно потрясения, и через год, через два года после развивается вот тоже ахлазия. Но однозначно мы вот по сей день не можем... Валерия Олеговна, я думаю, здесь, как и многие другие заболевания пищеваренной системы, тут, наверное, полиэтилогичный фактор такой, несколько причин возможных, но вот мы их перечислили как раз с вами. А вот ещё тоже такой момент, а кто болеет ахлазией? Есть у нас какие-то данные, чаще мужчины или женщины? Это молодые люди или пожилые? Вот какие-то такие... Вы знаете, мы в нашей практике встречались с пациентами разной возрастной категории, и от 20-18 лет до 80 лет оперировали, лечили пациентов, например, в 30-летнем возрасте, которые заболели 15 лет назад, например. И в то же время сказать, что преобладают мужчины и женщины, тоже такого нету, какого-то, знаете, явного преобладания. Но я посмотрел по статистике, в средний возраст пациентов 44 года с ахлазией. То есть это вот и 20 лет, и 65, и 70, в общем, медиан где-то в пределах 45 лет. Хотя, я говорю, у нас и молодые люди были, и пожилые совершенно люди, которые заболели уже во второй половине своей жизни. То есть, на самом деле, такой типичной картины пациента с ахлазией... Да, как приязная болезнь между 12-перстной кишки, типажа такого нету. Поэтому это может быть и молодой парень, и пожилая женщина. Вот здесь ключей каких-то вот таких типичного портрета пациента мы вам не дадим. Поэтому следующий момент, который мы должны обсудить, я начала с того, что диагноз обычно устанавливается в запущенных стадиях. И вот здесь, если вы посмотрите сейчас на экран, здесь рентгеноскопия пищевода с контрастным усилением, когда вы видите, пищевод вместо такой трубчатого органа представляет собой эсообразно изогнутый. Да, это запущенная стадия уже заболевает. И вот чтобы не видеть перед собой пациента с таким пищеводом, конечно, надо вовремя устанавливать диагноз. И первым таким пунктом, который поможет нам это сделать, это, конечно, клинические симптомы. Потому что всё-таки ахолазия – это заболевание, у которой есть типичные симптомы. И если пациента расспрашивать, это не может остаться незамеченным. Да, Роман Валерий? Ну, в общем-то, да. В той или иной степени выраженности у пациентов прежде всего это дисфагия. Причём нередко пациенты жалуются на то, что им проще проглотить твёрдую пищу, чем жидкость. Это называется парадоксальная дисфагия, которая в какой-то степени отличает это заболевание от, например, стеноза какого-то органического на фоне рака, пищевода и так далее. Вот это регургитация. Когда попадает содержимое в рот. В рот. И часто эти пациенты жалуются на ночное выделение слизи, слюны, даже каких-то кусочков пищи на подушку. Мокнутые такой подушки. Боли за грудиной также характерны. Гиперсолевация. То есть, это такая, знаете, совершенно изматывающая пациентов симптоматика. Я разговариваю с нашими пациентами. Почти все они, например, время завтрака примерно 40-45 минут у них уходят, чтобы прожевать 2-3 ложки каши, запить это всё очень долго. Всё это очень для них неприятное ощущение. В следствии этого, конечно, снижение веса пациенты определяют. И по степени снижения веса как раз мы в том числе оцениваем тяжесть этого заболевания. То есть, симптомы действительно характерны. В совокупности мы можем оценивать наличие ахлазии, подозревать во всяком случае, ну и степень её выраженности. И вот ещё я тоже, наверное, хотела бы обратить внимание, что они обычно рассказывают о каких-то компенсаторных приёмах. То есть, чтобы что-то приглотить им, например, Сенька, надо очень много выпить воды. Да, запивает водой, поворачивается, как-то там наклоняется. Когда они дышат особенно, чтобы вот этот симптом в какой-то момент раскрылся. Ну, то есть, эти пациенты, они будут вам рассказывать какую-то такую необычную симптоматику. И вот если не помнить о том, что есть такое заболевание, на самом деле можно подумать, что он немножко сумасшедший. Это мучительная такая процедура для них, приём пищи, и, конечно, жалко это пациентам. Поэтому не отправляйте таких пациентов, которые жалуются вам на дисфагию, сразу к психиатру. Задумайтесь о том, что это может быть ахлазия. Почему так сложно поставить диагноз? Потому что на начальных этапах заболевания, если вы отправите этого пациента к эндоскописту, на эндоскопическое исследование, не всегда эндоскопист увидит расширенный пищевод или то, что сфитер, не пускает эндоскоп в желудок. Это такие признаки, которые уже будут очевидны на более поздних стадиях заболевания. Поэтому у нас есть несколько альтернативных методик, которые, наверное, все надо провести, чтобы быть уверенным, что у пациента нет никакого органического заболевания пищевода. Ну вот сейчас давайте, наверное, эндоскопию обсудим. Вообще, говоря про методики, у нас есть три ключевых метода инструментальных диагностики ахлазии. Это эндоскопическое исследование, это рентгеноскопия пищевода с барием и манометрия пищевода. Вот сейчас мы последовательно все эти три инструментальных метода обсудим. Ну давайте начнем с эндоскопического исследования. Я, кстати, хочу сделать вот такую ремарку. У меня было несколько пациентов с ахлазией, которые приходили ко мне от эндоскописта. Я уже знаю, что ахлазия, потому что есть у меня данные манометрии, есть данные рентгена, но эндоскопист пишет недостаточность кардии. Мало того, не то, что не пишет ахлазия, он пишет недостаточность кардии. Пишет, что кардия зияет, кардия не смыкается, пациенту с ахлазией. То есть и такое бывает. Поэтому вот не всегда все так очевидно. Вот расскажите нам, какие признаки... Если все-таки говорить о более, скажем так, характерных признаках ахлазии пищевода при эндоскопическом исследовании, когда уже не самая начальная стадия, а уже заболевание, это второй, третий, четвертый стадии, то, конечно, признаки следующие. Это, во-первых, наличие слизи, слюны, слизи, иногда и кусочков пищи даже. Просвете пищевода. Просвете пищевода. Просвет органа. Диаметр и содержимое. Диаметр, естественно, расширяется. Но, как правило, расширение происходит уже на таких уже продвинутых стадиях. Поначалу этого может не быть. А задержка пищи, слюны, она как бы натощак, естественно, она определяется. Ну и самое главное, что бросается в глаза, это сложности в преодолении пищеводного желудочного перехода. Такое коническое сужение и сомкнутый свинтер. И приходится какое-то продолжительное время буквально кончиком эндоскопа протискиваться между этими складками. Но что самое интересное, в отличие от, например, стеноза органического, ракового или какого-то рубцового стеноза, всегда практически можно эндоскопом пройти через пищеводный желудочный переход в желудок, хотя кажется, вначале что не пройдем. То есть это именно функциональное сужение. На фоне механического такого касания кончиком эндоскопа свинтер все-таки как-то рефлекторно раскрывается, и мы проходим в желудок и дальше уже осматриваем другие отделы. Но еще одним признаком также, особенно больных с запущенными стадиями, являются признаки изофагита. На фоне длительного нахождения там пищи, травм какой-то, слизистая оболочка, истончается, гиперамируется, такой бывает отек, и даже бывают, что кандидозные какие-то изменения тоже. Но это вот не у всех, но это довольно часто отличается. Посмотрите, вот здесь, да, кандидоз, вот такой вот белесый налет на поверхности слизистой оболочки. Я еще, знаете, что хотела добавить? Что вот как раз потому, что в пищеводе достаточно долго находится содержимое, иногда пища, там, днями, да, она стоит, начинается бактериальное брожение. И эти пациенты с ахолазией очень часто жалуются на изжогу. И изжога, которая не купируется приемом ингибиторов протонной пумпы. Да, так диагностика вот провести. Да, то есть этот пациент, у которого ахолазия, у которого сфинктер не раскрывается, приходит на прием к врачу, к терапевту, и говорит, у меня изжога. И его начинают лечить ингибиторами протонной пумпы. Некоторых даже ошибочно направляют на фундапликацию, потому что изжога его никак не проходит. Поэтому будьте тоже внимательны, что у пациентов с ахолазией, несмотря на то, что сфинктер плотно сомкнут, может быть, изжога благодаря вот таким вот продуктам бактериального брожения в пищеводе. И вот вы видите, тут и бактериальное, и кандидозное поражение слизистой оболочки может быть из-за нарушения моторики пищевода, из-за того, что там долго находятся пищевые массы. Вот, посмотрите, пожалуйста, видео. Видео эндоскопии, как раз мы подходим к пищеводному желудочному переходу, мы видим, как при усиленной суфляции прям еле-еле расправляется вот это отверстие кардии, и мы с таким трудом, с усилием значимым проходим в желудок, дальше там уже никаких изменений нету. Мы видим, опять же, плотное облегание аппарата при инверсионном осмотре, и вот как раз характерно, такая атрофия слизистой оболочки, это очень так вот характерно для пациентов с охвазией пищевода. И никаких мы не видим изменений слизистой оболочки, характерных для опухоли, для рубцовых каких-то изменений. То есть, эта слизистая, она, ну, может, в целом мало изменена. Это чисто вот равномерное функциональное сужение в этом месте. Так, ну ладно, видео мы посмотрели. Теперь давайте переходим к рентгенологическому исследованию. Рентгенологическое исследование, как раз оно нам информации не меньше дает, если не больше, и это, в принципе, базовое исследование для пациентов с охвазией, мы также оцениваем и диаметр пищевода, его длину, контуры пищеводно-желудочного перехода, вот характерно, как вы тут указали, симптом птичьего клюва, так называемого, там, или пища перо, когда контраст еле-еле протискивается. То есть мы оцениваем скорость нарушения эвакуации, контраста из пищевода в желудок, и, соответственно, измеряя диаметр пищевода, можем классифицировать стадию охвазии. Сам факт этого заболевания и стадию охвазии. Ну, то есть, дорогие друзья, если вот у вас после проведения эндоскопии у пациента с дисфагией остались какие-то сомнения, и вы до конца не понимаете, что происходит, то направляйте пациента обязательно на рентгенологическое исследование пищевода с Баррием, и здесь вот вы увидите, какой нормальный диаметр? Ну, диаметр нормальный где-то 2-2,5 максимум сантиметра. Здесь же мы видим, вот хорошо сравнивать с позвонками, у мужчины где-то примерно 5-5,5 сантиметров ширина позвонка на этом уровне, у женщины 4,5. То есть мы видим явно, что здесь примерно 6,5 сантиметров, то есть шире, чем позвонок даже, позвоночного столба. Еще очень важно отметить, Валерия Олеговна, что вот по такому снимочку рентгеновскому, ну, не всегда вот можно 100% исключить, например, органический стеноз, там, опухолевый. Именно важно, что комбинация эндоскопия, исключающая изменения слизистой оболочки, да, и рентген, который объективизирует нарушение моторики пищевода, все-таки нарушение моторики, они при рентгеновском исследовании лучше видны, чем при эндоскопии. Посмотрите, вот еще несколько снимков разных пациентов. Опять мы видим, что в самом нижнем отделе пищевода практически нет просвета, там ниточка такая, да, очень тоненький такой просвет, это симптом вот птичьего клюва или хвостика морковки его еще называют. Вот здесь не такой расширенный пищевод, вот 3 сантиметра, да, диаметр. То есть это еще такая ранняя стадия охлозии, когда пищевод еще не успел расшириться, а вот на правой картинке, сейчас я ее попробую показать, вот на правой картинке мы видим так называемую спастическую охлозию, когда в грудном отделе пищевода пищевод спазмируется, да, такие спастические сокращения. Четкие. Четкие или штопор, по-моему, да, называют такую картинку. То есть здесь вот даже с помощью рентгена мы можем увидеть нарушение моторики в грудном отделе пищевода. И предположить тип охлозии. Да. И еще очень важный признак – это отсутствие газового пузыря в желудке. Если вы смотрели когда-нибудь на рентгенологическую картинку, всегда, еще пациенты всегда пугаются там в фундальном отделе желудка, всегда такое черное большое пятно, они всегда спрашивают, что это? Это газовый пузырь в желудке. И вот при охлозии обычно этот газовый пузырь отсутствует. И это тоже такой очень важный признак охлозии. Ну, вот еще картинки. Здесь уже такие слева более запущенные стадии, очень расширенные пищеводы. Изгибы, изгибы, контуры пищевода. Да, сообразные. Формирование, но еще не сообразные, но уже явно такие вот изгибы, контуры, он не прямой, как хотя бы на среднем снимке, но я, но уже тенденция к образованию сообразного пищевода. А вот на среднем снимке как раз виден желудок и отсутствует там просто... И поступает контраст прям мелкими-маленькими порциями, буквально нитевидные такие проходят контрастик под давлением просто даже не сокращения пищевода, а под давлением столба контрастного вещества. А справа опять мы видим на картинке, видите, да, вот такие вот штопорообразные сокращения в пищеводе. Это, скорее всего, будет так называемый третий тип охлозии. Мы сейчас об этом поговорим, когда будем говорить про манометрию пищевода. Ну, то есть, по большому счету, вот уже эндоскопии и рентгенологического исследования вместе с клиникой уже вполне достаточно для того, чтобы поставить диагноз и для того, чтобы этот пациент попал на лечение квалифицированное и не мучился дальше еще оставшуюся всю свою жизнь. Ну, вот это уж такой... Это, по-моему, наш, да? Это наш пациент с четвертой стадии охлозии, да, этому пациенту, как раз я про него говорил, ему 32 года, что ли было, или 31, на момент операции мы ему сделали перориальную миотомию, он болел 16 лет, то есть он с 15 лет заболел и все эти годы страдал, фактически лечился только подбирая режим питания и приспосабливаясь, вот как вы говорили, к приемам пищи разными какими-то манипуляциями, пособиями. Понятно. Так, ну, в общем, теперь мы вот здесь вот должны сказать о том, вот показывая вот этот вот S-образный пищевод, я не могу не сказать о том, что еще вот до последнего времени фактически такой пищевод был, наверное, показанием к удалению, да, к экстерпации пищеводов. Делали такие вот инвалидизирующие, по сути, операции, и пациенты частенько погибали после. Ну, может быть, не совсем так прямо, понимаете, сейчас тоже вот, например, очень разная точка зрения на то, что с этими пациентами делать. Кто-то скажет, что можно пероральную миотомию провести, есть публикации, которые и в отечественной литературе, которые и мы тоже делаем, да, этих пациентов оперируем, в принципе, хорошие результаты. Кто-то из хирургов скажет, что однозначно, конечно, здесь необходимо делать эзофагоктомию. В принципе, в проекте рекомендаций российского общества хирургов, который сейчас с 21 года, по-моему, находится на обсуждении вот на сайте, там, в принципе, конечно, таких пациентов рекомендовано, ну, на обсуждение такой пока проект, все-таки рекомендовано выполнять эзофагоктомию из-за риска каких-то, ну, злокачественных изменений снизистой оболочки и из-за крайне выраженных нарушений функциональных, анатомических, вы видите, пищевода, которые, ну, мало вероятно, что они восстановятся. То есть, это вопрос пока еще обсуждается. Вот, так сказать, он не до конца решен, что с этим пациентом делать, но такие поисковые работы проводятся, этих больных, оперированных в такой стадии эндоскопическими методами становится все больше и больше, набирается материал, и, в принципе, первое впечатление о том, что вполне, вполне этих больных можно оперировать и через эндоскоп, да. Ну, наша с вами задача не доводить до такой ситуации и все-таки вовремя устанавливать диагноз. Ну, вот давайте мы для того, чтобы понимать, какие бывают стадии ахолазии, вспомним нашу такую основополагающую классификацию по стадиям. Уже старая, это классификация довольно-таки, уже не один десяток лет, это классификация Борисовича Петровского, потому что отечественные хирурги, советские хирурги, они активно занимались этой проблемой. Конечно, тогда не было некоторых методик и оперативных пособий, но, во всяком случае, такая классификация, она действующая, первая, вторая, третья стадия, четвертая стадия, в зависимости от диаметра пищевода, от его сохранения его моторики, от контуров пищевода, от содержимого пищевода. Мы видим, что при первой стадии практически пищевод не расширен, при четвертой стадии он уже значительно расширен, деформирован, С-образно изогнут и удлинен. Ну и промежутки, вторая, третья стадия, такие промежуточные ситуации, когда постепенное расширение пищевода, нарушение эвакуации из него определяется. И, конечно, эта классификация, она постоянно применяется нами в нашей клинической практике, мы хотя бы понимаем, с каким пациентом мы имеем дело, потому что тактика ведения больных на разных стадиях, она немножко отличается, конечно, нам надо определить, с кем мы имеем дело. Так, ну теперь давайте поговорим про третий метод, который помогает нам в диагностике охлозе, это манометрия пищевода. Вот если мы обратимся к зарубежным рекомендациям, там практически везде сказано, что манометрия пищевода это золотой стандарт в диагностике охлозе, что ее обязательно надо проводить каждому пациенту с охлозе. В наших российских пока, вот в этом проекте, о котором вы говорите, указано, что это такой опциональный метод, что мы можем, в общем-то, обойтись и без него. Но сейчас я объясню, зачем он нужен. Первое, это то, что все-таки манометрия, это, наверное, самый такой тонкий метод диагностики, потому что даже на самых ранних стадиях заболевания, когда мы еще не видим ни расширения пищевода, ни сообразной изогнутости, мы уже можем зафиксировать нарушение моторики. И такими двумя ключевыми признаками, вот именно манометрическими охлозе являются отсутствие расслабления нижнего пищеводного сфинктера в ответ на глоток. То есть, как проводится манометрия пациенту, дают маленькие глоточки жидкости воды, 5 мл. И он глотает. И вот мы видим на картинке верхний пищеводный сфинктер. Сейчас я попробую показать. Вот он. В момент глотка раскрывается. Мы видим здесь вот расслабление сфинктера, да, более такая, менее интенсивная окраска. И в этот же момент, если мы посмотрим на нижний пищеводный сфинктер, здесь отсутствует расслабление. То есть, сфинктер как был закрыт, так он и остался закрыт. И даже если это самая ранняя стадия охлозе, мы уже вот это отсутствие расслабления нижнего пищеводного сфинктера увидим. Это первый признак. Но отсутствие расслабления нижнего пищеводного сфинктера может быть, например, и при каких-то органических поражениях. Может быть, там опухоль какая-то обтурирующая в этом месте. И мы тоже будем видеть вот такую обструкцию. Поэтому вторым ключевым признаком охлозеи на манометрии является отсутствие сокращений вот здесь, в грудном отделе пищевода. Охлозея – это такое заболевание, как вы сказали, нейромышечное, когда вся моторика в пищеводе, она нарушена. И в норме, когда человек делает глоток жидкости, у него начинаются перистальтические сокращения. И мы это очень хорошо видим. Вот здесь вот в грудном отделе пищевода у нас должны были быть сокращения. При охлозеи сокращения отсутствуют. Если бы это у нас была опухолевая обструкция, мы бы увидели, что сфинктер не раскрывается, но при этом мы бы увидели, что пищевод всё-таки сокращается. То есть протолкнуть, да? И это автоматически исключает диагноз охлозеи. Поэтому иногда у меня были такие пациенты, которые приходят с диагнозом охлозея, и вдруг я вижу, что у него совершенно нормальные перистальтические сокращения в грудном отделе пищевода, и это автоматически диагноз охлозеи исключает. Ну, то есть диагностика более тонкая, она именно вот такая двигательная. А второе, то, что манометрия даёт нам возможность в зависимости от изменений, вот как раз моторики в грудном отделе пищевода, вы разделите охлозею на три типа. И эти три типа, они, казалось бы, может быть, ну, какая разница, охлозея, охлозея, но, как сейчас считается, вот эти методики, которые у нас есть, мы сейчас поговорим о них, баллонная дилатация, миотомия по гейлеру, пероральная эндоскопическая миотомия, они немножко отличаются по своей эффективности при разных типах охлозеи. Поэтому, если уж так тонко подходить к лечению, высоко профессионально, то лучше понимать, какой у пациента тип охлозеи. Итак, вот первый тип охлозеи, это ситуация, когда нижний пищеводный сфинктер не раскрывается, это для всех охлозеи характерно, а в грудном отделе пищевода полностью отсутствует вообще намёк на какие бы то ни было сокращения. Там нет ни тонуса, ни сокращений, просто пищевод представляет собой такой мешочек без тонуса, да, тоничный, и на каждый глоток воды он просто расширяется, 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 и давление в пищеводе не повышается, и вот мы видим вот такую картину. Это запущенная стадия, считается? Ну, считается, что это, да, уже такая более запущенная стадия, хотя это называется первый тип, но это не первая стадия, это скорее такая более уже прогрессивная стадия заболевания, когда в пищеводе погибли все стимулирующие нейроны. Там нет ни тонуса, ни перистальтики в грудном отделе пищевода, а вот нижний пищеводный сфинктер, он такой спазмированный. Второй тип охлозеи. Посмотрите, даже если вот мы посмотрим на картинку слева, да, это получается она у нас? Ну, слева. Слева, да. Здесь мы видим, что пищевод сам по себе, он не такой расширенный еще, в нем сохранен тонус, и сохранены вот эти вот синенькие и красненькие точечки, это сохранены еще некоторые нейроны, и поэтому, когда пациент наш глотает воду, мы видим верхний пищеводный сфинктер раскрывается, нижний пищеводный сфинктер закрыт, а в грудном отделе пищевода на каждый глоток жидкости у нас повышается давление в виде столба, мы видим вот такие вот столбы жидкости. Это называется охлозея с тотальным повышением внутри пищеводного давления. Вот с точки зрения прогноза лечения, это самый благоприятный тип, да, потому что когда мы расслабим пациенту каким-то методом нижний пищеводный сфинктер, тонус у него сохранен, пищевод еще не расширен. Ну, мы не можем сказать, что моторика восстановится полностью, но, по крайней мере, вот такого вот расширения пищевода, ему будет лучше, он практически будет нормально жить и никаких симптомов ощущать, скорее всего, не будет. И третий тип охлозея считается, что это, наоборот, самый ранний тип, когда еще не все стимулирующие нейроны погибли, и поэтому, когда мы делаем монометрию, мы опять видим, что нижний пищеводный сфинктер не расслабляется, а в грудном отделе пищевода мы видим такие одномоментные, как шарик, спастические сокращения. Но хаотичные, да? Они хаотичные, они не перистальтические. Малоэффективные они в финальном плане. Они не обуславливают, то есть перистальтику они не создают, они не обуславливают продвижение болюса, они обуславливают такое одномоментное сокращение пищевода на всем протяжении. Это клинически обычно проявляется сильной загрудинной болью. И вот такая, зачем нам надо знать, что это третий тип ахолазии? Потому что при третьем типе ахолазии эффективны только те методики лечения, которые действуют на пищевод на всем протяжении. Потому что вот мы же обычно делаем при ахолазии, что баллонную дилатацию расширяем только область нижнего пищеводного сфинктера, надрываются мышечные волокна. Или миотомия по геллеру, когда из брюшной полости заходит хирург и опять ему доступен только нижний пищеводный сфинктер. А при третьем типе ахолазии нам надо пищевод затронуть вот эту всю мышечную оболочку на всем фактическом протяжении. И поэтому нам очень важно понимать, если у пациента третий тип, то для него фактически единственным методом лечения будет пероральная эндоскопическая миотомия. Сейчас вы нам расскажете о разных... Безусловно, манометрия – это незаменимый метод на самом деле диагностики, потому что действительно можно навредить больному только или хотя бы сделать какую-то неэффективную операцию, не зная всех особенностей о том, что вы сейчас сказали. А вот если сделать аналогию, провести типы ахолазии, у меня все время напрашивается, это как стадия язвенного стеноза, только наоборот. Компенсированный язвенный стеноз – это третий тип ахолазии, когда хаотичное сокращение, гипертонус, но нет эффективности. Вторая стадия – это второй тип, это получается субкомпенсированный стеноз, и декомпенсированный стеноз – это первый тип, когда уже полная тания и отсутствие функционала. Ну, это такое, конечно, не совсем уж корректное сравнение, но для лучшего понимания и запоминания этих трех типов. Так, ну вот с манометрией, в общем, мы разобрались. Надо нам сказать, наверное, Роман Валентинович, что у нас в 31-й больнице, где мы с вами вдвоем работаем, пользуясь привилегиями, да, манометрию мы проводим, рентгеноскопию пищеводов с барием проводим, эндоскопию, конечно, тоже проводим. То есть пациент обследуется целиком и полностью, и мы уже, прежде чем его оперировать, понимаем, с какими методиками к нему подходить для того, чтобы… Валерий Легович, я просто, прежде чем начать разговор про лечение, еще, может быть, коснулся маленького вопроса. Вот у пациентов пожилого возраста, особенно у которых такое стремительное развитие симптомов дисфогии, как нам кажется, на фоне ахвазии, помимо вот этих всех исследований, нет ли смысла делать все-таки КТ, КТ эндоузи или КТ средостения для исключения все-таки какого-то онкологического процесса или с давления какого-то, там, может, все-таки ахвазит, заболевание, оно развивается долго, это многолетняя анамнез у пациентов, как правило, они уже знают об этом, никаких таких серьезных изменений, там, за месяц, за два, за три месяца не происходит, а когда резко худеет, резко нарастает дисфогия, пациент, ну, скажем так, в группе риска по возрасту, то, мне кажется, это исследование тоже надо о нем помнить, и на сонографии, либо КТ, ну, средостения с контрастированием, с контрастированием. Спасибо, что вы, как бы, это подчеркнули, потому что есть даже такое понятие псевдоохлазия, вот оно как раз касается таких случаев. Если перед вами пациент, который говорит о том, что у него анамнез, вот дисфоги очень короткие, там, два-три месяца, он на 15 килограмм похудел за эти три месяца, возраст у него действительно, там, 60-70-80 лет, то в этих случаях мы, конечно, в первую очередь думаем о каком-то злокачественном процессе, и обязаны такому пациенту провести эндоузи или компьютерную томографию. И были у нас тоже такие пациенты, и иногда бывает очень сложно разобраться в них, действительно, то ли это вот охлазия третьего типа со спастическими сокращениями, то ли это пищевод пытается протолкнуть болюс через обструкцию, вот эту опухолевую, и так сильно и хаотично начинает сокращаться, и поэтому иногда приходится делать и ИКТ, и эндоузи, и, в общем, и консенсусом специалистов разбираться, бывают такие сложные случаи. Ну, теперь давайте перейдем к лечению охлазии. Первое, ну, вот вы видите тут на слайде, что у нас тут есть очень много разных опций, и всегда у пациентов первый вопрос, можно ли как-то нам тут разобраться, ну, может быть без операции, вот медикаментозная терапия эффективна или нет? Ну, наверное, вам лучше предсказать, потому что, в общем-то, вы опытный гастронтеролог, и, ну, наверное, я забегу вперед, скажу, что фармакотерапия, ну, во всяком случае, пациентов с таким развернутым диагнозом, с развернутой клиникой, охлазия, она не особо эффективна. Возможно, ее использовать только на самых ранних стадиях, пока вот идет процесс дообследования, там, как подготовки к операции, вот, есть, конечно, упор на фармакотерапию в каком-то таком длительном периоде времени, наверное, делать, как вы считаете, не надо. Ну, да, на самом деле не только я так считаю, и во всех современных рекомендациях сказано о том, что фармакотерапия, она, ну, она неэффективна в целом, да, то есть она может на время помочь, ну, только перед приемом пищи, да, то есть принимаются препараты в основном из группы блокаторов кальциевых каналов, это что-то по типу там нитроглицерина, то есть это, в общем, кардиологические препараты, которые расслабляют гладкую мускулатуру, но действуют они там, ну, фактически несколько, там, 30-40 минут, да, и самое главное, что если перед вами пациент, у которого нет повышенного давления или стенокардии, вы ему дадите вот эту терапевтическую дозу нитратов, это очень выраженный побочный эффект, это головные боли, резкое падение давления и так далее, то есть принимать эти препараты на длительный, длительными курсами, конечно, это абсолютно бесперспективное занятие, поэтому в рекомендациях сказано, что либо медикаментозное лечение используется для пациентов, которые по каким-то причинам не перенесут хирургического лечения, то есть коморбидные, очень тяжелые пациенты, либо это вот на время подготовки, если очень тяжелая симптоматика и пациент вообще не может проглотить ничего, чтобы ему каким-то образом расслабить нижний пищеводный сфинктер, мы можем использовать вот такие вот препараты. Теперь еще у нас есть такая опция, как ботулотоксин. Ну, ботулотоксин, наверное, тоже самое, наверное, в совокупности оценки цена-качество, продолжительности действия, наверное, ботулотоксин наименее эффективный из оставшихся методик лечения ахвазии. В принципе, мы, например, его как вариант терапии не рассматриваем. И так, судя по публикациям, в последнее время от него отказываются и в большинстве клиник. Все-таки упор делается на оставшиеся методики. Баллонная кардиодилатация, миотомия по гейлеру и пероральной миотомии, но эзофакоктомия – это уже самые запущенные ситуации, конечно, довольно объемная операция. Ну, как бы стоит отдельно, это довольно-таки небольшой контингент пациентов. А вот то, что касается трех оставшихся методик, о которых я сейчас сказал, это наиболее-таки частые методики, которые применяются, баллонная дилатация применяется уже не одно десятилетие и в нашей стране, и за рубежом. Смысл заключается в том, что при помощи пневмодилатации эндоскопической происходит временное расширение области нижнего пищеводного сфинктера. Ну, и считается, что вот это расширение с каким-то таким небольшим, может быть, надрывом волокон мышечных, формирует некий контур новый, расширяет пищеводно-желудочный переход и приводит к более или менее стойкому эффекту клиническому. Ну, а какие преимущества? Преимущества, да, эта методика применяется, но она хороша тем, что относительно в техническом плане она простая, недорогая, делается под древенной седацией, никаких наркозов, в тот же день, на следующий день можно больного отпустить домой. И, в принципе, это обычные пациенты, которые не запущены в стадии ахвазии, пациенты, особенно пожилого возраста, у которых применение более сложных и опасных операций как бы менее целесообразно. И, в принципе, эффективность этой методики, она, в общем-то, немаленькая. Да, конечно, частота рецидивов выше, чем после пероральной миотомии или операции Геллера, но возможно повторение этих методик. То есть, через какое-то время пациенты поступают, госпитализируются и проводятся повторные баллоны пневмодилатации, и в какой-то степени эта методика одна из трех, которая применяется у пациентов с ахвазией и кардией. Ну а какие недостатки тогда? Недостатки, я говорю еще раз, относительно высокая частота рецидива клиники ахвазии, но по разным данным до 25-30% пациентов первые два года могут вернуться в клинику с рецидивом явлений дисфагии или ахвазии. Но опять же, если, например, эта методика неэффективна, то следующим этапом можно выполнить тоже пероральную миотомию или операцию Геллера, либо повторить дилатацию. То есть, все зависит от конкретной ситуации. Если пациент не хочет или не может позволить себе по каким-то причинам соматические страдания, другие факторы, такую более сложную операцию, то, как вариант, баллонная дилатация, там, тысячные статистики существуют в мире и в нашей стране, в общем-то. Ну, в общем, надежный партнер. Да, относительно простой, не столь эффективный, но, в принципе, как базовая методика она применяется. Единственное, что мы должны сказать, что вот при третьем типе, когда вот задействованы... Безусловно, да. Вот мы баллонную дилатацию... То, что Вы уже сказали, да. Применяется только при первом-втором типе, ну и, скажем так, вторая, ну, максимум третья стадия хавазии. При S-образном пищеводе... При S-образном пищеводе, конечно, нет. Там уже эта методика не будет эффективна. Там надо более радикальные методики применять, вот операцию Геллера выполнять, либо вот пероральную миотомию, ну, либо, на худой конец, при рецидиве, при невозможности выполнять этих методик и эзофакотомию при таком S-образном пищеводе. Да, давайте дальше. Вот это видеозапись баллона дилатации, как раз пациентка со второй стадии заболевания. Это баллон и введенный параллельно ему эндоскоп, как бы мы и визуально смотрим, оцениваем ситуацию, и еще под рентгеном также оцениваем место расположения баллона. Вот уже выполнена дилатация. Баллон 3 сантиметра диаметром, и вот мы видим, что после дилатации уже некоторое расширение произошло, пищево-желудочные переходы, стойкое расширение, видны даже такие небольшие надрывы, надрывы, маленькие гематомки на слизистой оболочке, иногда бывает даже такая гемораж небольшой. Это абсолютно нормальная ситуация, вот, как раз вот формирование нового каркаса после заживления всех этих надрывов и лежит в основе лечения этих пациентов. Вот эта манипуляция, она выполняется. 30 мм баллон при повторном уже 35 мм уже применяем. И вот мы видим, что при контроле энергеноскопии пищевода контраст совершенно спокойно поступает в желудок, не задерживаясь в пищеводе, то есть, в принципе, как будто это здоровый пищевод. Но тут, видимо, вовремя выявили, да, пока еще пищевод не расширен? Ну, это первые, там, вторые сутки после операции. Конечно, надо посмотреть, что будет через год, через два, возможно, там, некоторый возврат. Но в любом случае методика вот на данном этапе лечения, она достаточно эффективна и относительно широко применяется. Сказать, что ахлазия – это такое очень благодарное заболевание, да, то есть, пациенты годами, десятилетиями страдают, мучаются, а потом ты им делаешь вот такую процедуру, вроде бы… И через полгода они приходят, поправившись на 15 кг, и всегда их можно узнать даже. И у них сразу меняется качество жизни, они поправляются, становятся очень счастливыми людьми, поэтому вот такое. Да, вот еще одна методика, в принципе, она считается золотым стандартом, вот, ну, в классической хирургии абдоминальной, это миотомия по гейлеру, средняя, как бы, часть слайда, мы видим, вот, рассекается серозная и мыфочная части пищевода из брюшной полости, естественно, сейчас все это лапроскопически делается, остается только слизистая оболочка, которую нельзя ни в коем случае вскрывать. То есть, мы рассекаем мыфочную стенку на уровне нижнего пищевого свитера и чуть выше, там, до максимальной… А циркулярный только слой или там продольный? Нет, нет, в любом случае необходимо рассекать циркулярный слой, это как бы именно циркулярный слой, он обеспечивает основной тонус пищевода, и мы когда переролим миотомию делаем, мы продольные свои не рассекаем, но здесь, в принципе, невозможно сохранить продольный слой, потому что он как бы теперь кнаружи лежит, поэтому приходится рассекать, в принципе, да, рассекаются все стенки пищевода, кроме слизистой оболочки. Вот. И, в принципе, это довольно эффективная методика, а золотым стандартом считается ее, скажем, добавление антирефлюксного компонента оперативного вмешательства, это фундапликация в том или ином виде, ну, в последние годы это уже не циркулярная фундапликация, вот. Это, в принципе, считается операцией золотого стандарта. Но есть определенные, как бы, противопоказания, ограничения для применения, например, спаечный процесс брюшной полости, какие-то операции на желудке предыдущие, то есть масса факторов, фактор повышенного, фактор карбоксиперитонума, да, повышенное давление брюшной полости, не все пациенты, например, готовы перенести это спокойно. Поэтому, как альтернатива этой операции японским профессором Инойа Сенсей в 2008 году была разработана и впервые внедрена в клиническую практику операция эндоскопической миотомии, вот он в 2012 году в нашей клинике оперировал подобную пациентку, смысл которой заключается в рассечении слизистой оболочки, таком локальном, и введение эндоскопа в последний слой, формирование туннеля в последний слой, который идет параллельно, с одной стороны, слизистой оболочки, а с другой стороны, поперечным мылочным волокнам пищевода вплоть до нижнего пищеводного сфинтера, то есть туннель этот он мог быть там и 10, и 15, и 20 см с переходом на желудок, и по следующему рассечению именно циркулярной порции мылочных волокон, в том числе пищеводного сфинтера нижнего, с последующим ушиванием клипсами входного отверстия слизистой оболочки. Вот здесь вот надо подчеркнуть, что главным преимуществом это то, что никаких ран на брюшной стенке нет, это делается эндоскопически. Через рот эндоскопически, под общим трахеальным наркозом. Это операция, которая, в общем-то, не такая простая, как баллона дилатации, которая, в принципе, делается там за 10-15 минут. Но технически она, наверное, достаточно сложная, требует мастерства. Вы знаете, если говорить о центрах экспертных, где эти операции делаются на регулярной основе, то, в принципе, в неосважненных ситуациях это такая, нарутинная операция. Так, конечно, психологический барьер трудно преодолеть эндоскописту, сознательно формируя отверстия в стенке пищевода, выходя из его пределы. Но, в принципе, тут опыт, по мере набора опыта уже уверенности больше прибавляется. Ну, а ведь, Роман Валентинович, пищевод – это же достаточно такой опасный орган. Там средостение. Конечно, конечно. Немножко сделаешь не то движение. Ну, вот первопроходцы как раз доказали на своем личном опыте, там уже сотенные тысячные операции проведены во всем мире, в Японии, в нашей стране тоже, в нетрах отдельных центрах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в других городах. Все-таки такие точки роста, где выполняются эти исследования, и довольно немало уже материал накоплен. И, в принципе, все результаты свидетельствуют о эффективности и относительной безопасности этой методики. Поэтому она сейчас широко применяется. Самое главное, надо подчеркнуть, что вот эта операция, она подходит и для третьего типа, и для изогназных пищеводов. Как раз по третьим типам она, в принципе, безальтернативная методика, потому что ее разрез лизиста оболочки начинается буквально на 20 сантиметрах от резцов. То есть, фактически вся грудная и абдоминальная часть пищевода, она идет с формированием туннелей, и потом рассекается вся стенка пищевода как раз там, где эти хаотичные сокращения ненужные, нижний пищеводный сфинктер, мы его удавкой называем. Вот это все, конечно, возможно только при таком адекватном доступе к пищеводу внутрипросветно. Вот мы сделали разрез лизиста оболочки, видим голубоватый подслизистый слой, мы его инфильтрировали раствором индикокармина, и он очень рыхлый в неосложненных ситуациях. Конечно, у больных с сообразным изгибом четвертой стадии там фиброз выраженный, как правило, это сложнее. Но в данном случае совершенно рыхлый подслизистый слой, с правой стороны мы видим уже мывочную стенку пищевода, и таким образом формируется постепенно туннель параллельно, и вот начинается миотомия. Мы рассекаем мывочную стенку пищевода, именно поперечные волокна, продольные, они в виде паутины такой, иногда даже сами прям расходятся, где-то больше, где-то меньше. Выход за пределы пищевода не считается никаким освлаждением в данной ситуации. Главное, что потом герметично уши слизистую оболочку. Вот это самое главное условие, которое обеспечивает без осложнений. А вот через сколько вы обычно после такой операции пациента выписываете? Вы знаете, вот клиники, которые... Вот сейчас, извините, я прокомментирую. Сейчас мы видим нижний пищевой сфинктер, видите, прямо держим, вот он пересекается как раз. Вот это вот расходится, прямо сразу диастаз такой, мы видим, как мышцы расходятся в сторону. И теперь мы свободно абсолютно проходим пищеводный желудочный переход, ничто нас уже не сдерживает. И вот клипсы, которые укрывают слизистую оболочку. Мы делаем контрольный снимочек на второй день. И в принципе, в неторых клиниках даже выписывают больных на второй день после пероральной миотомии. Мы все-таки пока еще немножко подольше наблюдаем этих пациентов. Мы делаем потом через два дня еще один контрольный снимочек. Потому что у нас был один случай, там, правда, не после поем, а после туннельной операции по поводу опухоли. Ну, тоже слизистая тут сшивалась. И при первом рентгеновском снимочке несостоятельности не было. А на втором снимочке через три дня она была. И мы больную сдержали, в принципе, полечили антибиотиками. Это лучше, чем в домашних условиях. Она начала бы пить, есть бы уже. Поэтому немножко более так трепетно к ним относимся. Ну, в принципе, это там два-три максимум. А есть через сколько можно? Значит, пить они начинают на второй день уже пить, сиппинг так называемый. А кушать, ну, где-то примерно так вот пищу твердо относительно, где-то через неделю примерно. Ну, то есть что, они неделю голодают или какую-то жидкую? Да, они жидкую пищу принимают. Я имею твердую пищу. То есть там, ну, то, что мы глотаем, как говорится, не затрудняется. То есть фактически на следующий день человек уже пьет, и полужидкую пищу. Да, питание на следующий день, да, уже. При благоприятном картине рентгеновского исследования, контрольного, глоточек делает контрастные вещества. Если затеков никаких нет, то уже пациент может начинать пить эти сиппинги, так называемые, питательные смеси. Ну, вот они как бы для питания. Так что это операция. Ну, кажется, мы всё уже обсудили, да, ну, вот от чего зависит, какой метод выбрать у каждого конкретного пациента, мы тоже по большому счёту уже обсудили. Третий тип однозначно поэм. Второй, первый тип поэм – операция Геллера, возможно, дилатация, баунт-дилатация, да. Вот первая стадия вообще там, в принципе, можно посмотреть, понаблюдать и как-то диету может быть. Вторая, третья стадия – это, конечно, операция Геллера, поэм и дилатация. Четвёртая стадия – мы бы начинали бы с поэм, вот, или миотомия по Геллеру, но при невозможности, бывают там технические сложности, при рецидиве после этих операций, то, конечно, по всем канонам необходимо делать изофагокотомию уже этим пациентам. Понятно. У нас есть какие-нибудь вопросы от зрителей, если есть? Роман Балентинович, можно вас попросить прочитать? Значит, вопрос о рисках образования плоскоклеточного рака у пациентов с сахвазией. Конечно, вот именно вот это вот одно из основных, скажем так, оснований для выполнения изофагокотомии у пациентов с такими запущенными стадиями заболевания. Вот. И риски эти существуют, конечно. Но они существуют, на мой взгляд, всё-таки больше до тех пор, пока мы не рассекли удавку и не возобновили нормальный отток пищи из пищевода в желудок. Когда это случается, мы это видели у больных с тяжелейшим вот изофагитом, показывали кандидозный изофагит, у них полный регресс воспалительных изменений слизистой оболочки, да, остаётся некая ещё деформация пищевода. Пищевод четвёртой стадии ахвазии никогда не вернётся к своим исходным состоянию, контурам и функциональным возможностям. Но отсутствие застоя пищи, брожения пищи, формирования некого такого, знаете, фона для развития каких-то злокачественных образований ликвидируется. И, в принципе, конечно, снижается, на мой взгляд, стремится к нулю какие-то риски при адекватном оттоке содержимого из пищеводов в желудок. Роман Малитинский, но они всё равно, наверное, после этих операций ежегодно, да, через какое время вы их приезжаете? Ну, мы наблюдаем, во-первых, после наших операций, через месяц они приезжают, ну, это в плане функциональном, через год обязательно мы их обследуем, рентген, гастроскопии делаем, там, вот, манометрию с вами. Вот. Ну, а так по ситуации, если пациента вообще ничего не беспокоит, ну, может, там, в какой-то в течение пяти лет посмотреть, и дальше уже не так часто всё-таки. Если же какие-то... Ну, как правило, после наших операций симптомы дисфагии уходят, и эти пациенты уже по мере необходимости сами обращаются там или как-то... Во всяком случае, первый год надо обязательно их мониторировать. Какие наиболее частые сопутствующие заболевания, выявляющиеся у больных с ахлазией кардией? Ну, вот, имеется в виду... У больных с ахлазией кардией имеется в виду, что с чем сочетаются они, или что из заболеваний возникает на фоне ахлазии. Вот. Сочетаются они со многими заболеваниями. Чем старше пациент, тем, в общем-то, больше этих заболеваний. Именно поэтому целый спектр манипуляций лечебных существует в зависимости от сложности и от статуса пациента. Ну, а какие-то заболевания... Вот, рак, конечно, может развиться у пациента, но мы таких случаев не встречали. Это, так скажем, больше такое теоретические размышления. Но здесь, может быть, имеется в виду, что ахлазия это такое редкое какое-то заболевание, там, может... Которое считается с какими-то триадами? Да, нет, наверное, нет. Еще вот такие, да? Вряд ли. Единственное, что вот мы еще не сказали, что когда проводят вот эти операции, миотомия по гелеру, особенно и поем, да, то есть мы же разрезаем нижний пищеводный синтро, и он фактически перестает выполнять свою функцию запирательную. И частенько после этих операций мы можем видеть очень активный рефлюкс, и тогда этим пациентам приходится принимать на постоянной основе инфекторы. Это тема отдельного, наверное, отдельного разговора. Но это не всегда бывает, и это индивидуально, решается в индивидуальном порядке. Так, какие существуют наиболее передовые протоколы? Протоколы, чего обследуют? Ну, все-таки, прежде всего, конечно, это рентгеноскопия пищевода с барием, причем не с водорастворимым контрастом, а именно с барием, классика. И здесь очень важно не только посмотреть нарушение эвакуации, диаметр, но еще досмотр провести пищевода через 5, 15, 25 минут, в зависимости от того, когда полностью пищевод опорожнится от контрастного вещества, потому что, во-первых, нам надо понимать степень задержки эвакуации, а во-вторых, нам надо сравнивать с тем, что будет у нас после операции, и как бы делать выводы, на пользу пошло это вмешательство или не на пользу, то есть досмотр такой, как бы, тоже очень важен, как, в принципе, при язвом стенозе, тоже мы больных досматриваем, дожидаясь полной эвакуации. Вот это очень важный аспект, но еще раз я хотел бы уточнить по поводу КТ-обследований с контрастом средостейни у пациентов повышенной группы рисков в отношении онкологических заболеваний, симулирующих ахлазию. Вот, то есть клиника, может быть, похожа на ахлазию, дисфагию, быстро нарастающую, особенно должна, все время должна вас настораживать быстро нарастающая дисфагия. Вот это всегда, как бы, надо внимательно относиться. Насколько информативно генетическое тестирование при ахлазии? При ахлазии не делают генетического тестирования у нас, это не моногенное заболевание. Так, если у пациента с ахлазией диагностируется злокачественное новообразование желудка, как наличие ахлазии? Влияет на тактику. Ну, смотря что, заболевание желудка, какой локализации, если мы говорим о возможной гастроктомии, то, в принципе, гастроктомия, включая в себя в том числе удаление и от этого нижнего пищеводного сфинктера, в общем-то, как бы, ну, так, чтобы сочетать, например, гастроктомию, там, резекцию желудка с миотомией какой-то, я как-то сомневаюсь, что это, ну, в рамках одной операции необходимо делать. Наверное, сначала решать проблему. С раком решить, а потом уже спустя какое-то время выполнить пероральную миотомию или дилатацию, вот, как менее инвазивное вмешательство. При поем какой доступ? Нас спрашивают, но вот мы уже подчеркнули, что это эндоскопически. Ну, может быть, вопрос еще о том, какая стенка пищевода. Вот, в принципе, еще одним преимуществом поем является то, что мы можем по любой стенке абсолютно проводить разрез. И к нам приходят, например, пациенты с рецидивом Ахвазии после операции Гейлера, которая, как известно, передней стенке все-таки проводится, то мы можем спокойненько абсолютно наинтактной стенке на задней провести повторную операцию и избавить пациента от этого заболевания. То есть в этом отношении поем она более универсальна. И, в принципе, коллеги, приглашаем вас к сотрудничеству и присылайте пациентов с Ахвазии к нам в 31-ю больницу. Вот Валерия Олеговна консультирует и проводит монометрическое исследование. Коллектив эндоскопического хирургического отделений проводит такое комплексное, комбинированное индивидуальное лечение этих пациентов в зависимости от стадии, ну, то, что мы говорили, от статуса пациента и дилатации, и поем мы проводим. Вот, так что будем рады помочь вашим больным. Да, но самое главное вовремя, вовремя установить диагноз и направить в экспертные центры, где их могут качественно все-таки полноценно обследовать и принять решение о необходимости того, что у нас появилось по поводу антибиотиков после операции. Но, вы знаете, мы, еще раз говорю, лично мы все-таки щепетильно к этим пациентам относимся. Мы этим пациентам проводим еще дооперационную антибиотикотерапию, ну, скажем так, широкого спектра действия. До операции мы проводим превентивно, и после операции, вот пока не находятся в стационаре, там, день, два, три, мы все-таки... Ну, то есть, в целом где-то пять дней, да? Ну, даже поменьше, где-то четыре дня, потому что одним из осложнений возможных пероральной миотомии, конечно, является медистенит, инфекционный медистенит. Конечно, мы не только на антибиотики уповаем, мы уповаем и на герметичность ушитой слизистой оболочки, и на адекватный гемостаз, и на промывание канала вот этого туннеля после уже миотомии антисептиками, вот. Но в совокупности все-таки лучше, как бы, немножко, может быть... Перестраховаться. Перестраховаться, да. И пациенту вот внутривенно проводим перорально, точно не потому, что они вообще не глотают первые сутки, там, вторые сутки по минимуму, какие-то тем более таблетки. Вот, только внутривенно-тремышечное введение препаратов. И вот еще вопрос, выполняются ли повторные поэм, были ли такие случаи? Ну, у нас таких случаев не было, повторных поэм. Вот, у нас был один пациент только после рецидива, после операции Гейлера. Вот, ну, в принципе, вот в клиниках, где опыт побольше, такие описаны, да, и, в принципе, опять же, можно по любой стенке провести. Мы делаем заднюю миотомию, ну, как бы, так вот сейчас стандарт такой, можно провести переднюю миотомию по противополовной стенке, там, где она интактна абсолютно, и добиться, в принципе, хороших результатов. А знаете, вот я вспомнила, да, что когда делают поэм, не проведя манометрию, а у пациента был третий тип охлозии, вот у меня было несколько, два или три таких пациента, которым сделали перораживание недостаточной длины. Да, но недостаточной длины, то есть не весь пищевод захватили, а только дистальную часть пищевода, и пациент возвращается через некоторое время с рецидивом, у него сильные сглубленные боли, дисфагия, и мы понимаем, делаем рентген, что у него там спастические сокращения сохранены, и что надо вот заново это делать, поэтому вот это тоже такой момент, что всё-таки, наверное, манометрию, особенно если перед вами пациент с загрудинными болями, вот с такой симптоматикой, похожей на спастическую охлозию, всё-таки манометрию лучше провести, прежде чем принимать решение о том, какой объём операции будет у этого пациента. Ну, у меня такое, знаете, вот стойкое ощущение, как бы, что всё-таки поэм – это операция будущего, вот именно в лечении охлозии. Ну, то есть она заменит все остальные. Она не тоже заменит, она ещё больше будет вытеснять оставшиеся виды операций. Ну, я имею в виду таких зарадикальных операций, вот, потому что, ну, много преимуществ, вот, и по мере набора опыта, по мере распространения этой операции, всё-таки внутрипросветная хирургия будет доминировать вот над лапароскопическими шательствами даже. Ну, наверное, да. Ну, наверное, мы всё будем заканчивать, потому что вопросов у нас больше нет. Спасибо вам огромное за ваше внимание и интерес. Вам спасибо, да, что нашли время и пришли. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok